Музыка Я хотел на музыкальную школу, но музыкальную школу не взяли. И стал себя искать в других вещах. Одно попробовал, другое, и чувствую, что это не мое, не лежит. И в конечном итоге все равно пришел к музыке. Варган официально признан одним из древнейших инструментов. Инструмент есть во всех культурах. Вообще у всех. У него огромное количество имен в каждой культуре. У нас варган. В Хакасии хамус, и в Туве хамус, в Венгрии даромб. Варган обладает самым насыщенным звуком из всех живых инструментов. Да, у него всего одна нота, он всего в одной ноте играет. Но количество призвуков и количество вариативностей на этих призвуках, то есть она самая-самая богатая из всех инструментов. В арсенале любого органиста, который занимается варганной музыкой, как бы не один инструмент, их несколько, они отличаются по характеру звучания. Это значит радиез, вот этот инструмент настроен в Си. Очень ощутимая разница, как на нем играешь. Я имею в виду, либо вот так вот, можно сказать, в акустику играем, либо я его усиливаю микрофоном. То есть на микрофоне там совершенно другой звук. Он мощнее, плотнее, он просто пробивает. Я же играю, да, и у меня есть определенные наработки, которые просто вариативно накладывают друг на друга под ритм, под ситуацию. Вот, но как бы это не есть что-то отрепетированное от А до Я по всем звукам. На этом инструменте, мне кажется, вообще это бесполезно делать. Больше на ощущение, как игра идет. После композиции могут спросить, а можете что-нибудь нормальное сыграть? И такие, что, что нормальное, что значит нормально? Ну там, не знаю, что-нибудь из Филиппа Кирокорова, например, или Аллы Пугачевой. Ну то есть бывает и такое. Каждый раз, я когда смотрю в глаза людей, которые слушают орган, они так, взгляд пропадает и просто рассеивается, что происходит.